итак привет дорогие друзья приветствую вас на канале техно live и сегодня мы с вами поговорим как подключить android смартфон моем случае samsung по технологии mirror link к бортовому устройству которая поддерживает эту технологию там к мультимедийки на примере ваговской мультимедийки в моей шкоде rapid которая наверное всем уже известно те кто подписан на мой канал поэтому смотрим будет интересно поехали для того чтобы подключить телефон к мультимедийной системе нам помимо телефон и мультимедийной системы нужны некоторые приложения в качестве мультимедийки у нас используется шкода шкодовская мультимедийка ваговская с поддержкой android auto apple carplay и миролинк а в качестве устройства это galaxy s 10 который у меня вот по случаю оказался на тесте на длительном его как раз таки мы мы и будем подключать к моему головному устройству так и какие программы нам нужны для того чтобы все работало первое это программка easy touch тоже качаем ее из play маркета и lg mirror drive все это есть play маркете качаем с lg mirror drive качаем новую версию а easy touch я бы наверное порекомендовал скачать предыдущей версии так как новых говорят много рекламы ссылочку на эту программку я в описании оставлю вот у нас такая появится кнопочка после того как мы это все установили заходим в настройки easy touch и ставим здесь открыть easy touch естественно чтобы она открывалась и даем все разрешения этой программы тут проблем нет с программкой lg mirror drive мы после ее установки идем в настройки приложение находим здесь эту программку и блокируем все уведомления это важно без этого ничего работать не будет блокируем и как бы возвращаемся обратно самсунговское приложение как она в машине называется не помню как устанавливать не обязательно но нам не нужно а только будет мешать и так все необходимые приложения мы установили это два приложения теперь мы подключаем соответственно в уэсби один конец провода и в телефон другой вот подключили телефон даем разрешение и телефон мы откладываем в принципе он нам больше не нужен на экране выбираем миролинк ждем пока все соединиться все загрузится загрузка приложений и нужно разблокировать устройство он нам пишет разблокировали вот и нам выскакивает сообщение что lg mirror drive работы только на телефон который поддерживает миролинк ну на этом мы не обращаем внимание здесь есть в принципе такой небольшой лайфхак который мы будем пользоваться на протяжении на протяжении всей работы с вот этой системой есть костыль определенный окей нажимаем видите у нас проскакивает рабочий стол нужно быстро 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 вот так нажимать окей оп видите у нас обратно обратился рабочий стол но я видать попал в сообщение и здесь нам понадобится как раз таки экспозиция здесь нам понадобится как раз таки вот кнопочка easy touch мы нажимаем на нее и здесь выскакивает такое окошечко в котором предустановленные есть кнопочки и здесь мы можем доступ быстрым приложением тоже активировать нажимаем допустим youtube опять нас скакивает сообщение нажимаем окей быстро быстро вот так нажимаем оп и видите youtube у нас на экране появился выбираем какое-нибудь видео вот библиотека допустим вот можно зайти на мой канал вот мои видео допустим заходим в мои видео и вот видео с распаковкой galaxy как всегда реклама куда же без нее ну короче вы поняли вот мы запустили но здесь есть нюанс небольшой что-то с fps видите как-то все немножко дергана то есть как будто 15 кадров в секунду идет вывод изображения также здесь все в ютубе как в обычном браузере вот можно там перематывать как приложение то есть полностью весь функционал приложение нам доступен добавлять видео все 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 там звук регулируется все замечательно работает так что там другие видео вот можно смотреть так что проблем нет то же самое допустим с навигацией делать яндекс навигатор у меня здесь не установлен на телефоне но я вам покажу там допустим на примере другого какое-нибудь приложение сейчас мы выйдем на экран домой допустим допустим опять нажимаем 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 оп вот вышли на экран домой и здесь все наши установленные приложения благо в android one по-моему появился не android one а в самсунговской оболочке вот этой новой появился режим альбомной ориентации и вот они все наши приложения можно ту же самую галерею там интернет вот браузер открыл опять таки выскакивает приложение при активации любого приложения выскакивает вот сообщение о том что lg эта программка не поддерживается в телефонах samsung вот делаем вот эти манипуляции и приложение открывается там через несколько кликов вот заходим допустим на сайт самсунга немножечко ждем и вот первый 8к телевизор galaxy s10 ну все работает все анимации мультитач даже мультитач поддерживает кстати видите у нас классный экран на шкоде вот в принципе все все опять таки можем выходить домой опять понажимали 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 оп видите появилась play market все приложения google ну в общем все все вконтакте любые карты вот вверх нажали дернули вот видите приложение антуту можно все что угодно даже вплоть до того что можно вот игру запустить опять таки появляется сообщение нажали загружается игра и пожалуйста вот играем проблем нет только немножечко подтормаживает но это за счет не знаю чего я так и не разобрался почему и youtube ролики и все 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 там игры какие то они немножечко вот идут в недостаточно высоком фпс то есть ну вот такая игра выходим опять домой это google действительно любое приложение вы можете запустить ну ту же самую музыку давайте вот запустим яндекс музыку запускается вот запустилась плыли из дня допустим выбираем ну вот и все пошло работать тут остановим музыку чтобы нас не заблокировал youtube вот как то так я думаю в моем случае в моем случае смарт-линк не разблокирован для работы в движении автомобиля то есть это можно все смотреть только в статичном положении автомобиля когда автомобиль стоит на парковке ну это как-то разблокируется то есть я думаю это уже вопрос авто электриком кто это может подключить компьютер и вам это все разблокировать поэтому вот так видите достаточно просто можно подключить любое андроид устройство к вашей шкоде к вашему автомобилю вак с поддержкой соответственно этих систем и допустим где-то на стояночке можно какой-то youtube посмотреть тот же самый яндекс навигатор можно запустить и все будет замечательно работать ну давайте не будем далеко ходить давайте вот яндекс навигатор у меня нету сейчас мы его скачаем итак ребят установили мы яндекс навигатор запускаем и вот он показывает где я нахожусь пробки то есть увеличивает уменьшает маршрут можно там построить куда угодно вот где поесть макавто поехали то есть маршрут строит все будет показывать поэтому все замечательно работает и по-моему это даже работает с радио то есть включили радио допустим вот играет радио и запускаем вот идет навигатор работает и работает музыка то есть проблем здесь никаких нет так нажимаем на нашу чуть-чуть точечку домой и возвращаемся опять таки на главный экран нашего телефона вот как-то так мне кажется функция такая довольно таки интересная можно пользоваться и ну без особых костылей все подключается два приложения все работает круто замечательно и я думаю в некоторых случаях наверное даже лучше функционала андроид авто который там без дополнительных приложений работает так что вот так спасибо что смотрели ставьте лайки задавайте свои вопросы в комментариях ссылочки на необходимое приложение я оставлю в описании подписывайтесь на канал обязательно ждите новых видео скоро будет сравнение Galaxy S10 и iPhone XS довольно таки интересное будет видео так что спасибо что смотрели всем пока пока